я сам так хорошо готова так и так коллеги название нашего вебинара цифровизация бизнес-процесс компании с помощью процесс майнинга добро пожаловать ну и собственно давайте для начала давайте рассмотрим да какой избитая есть фраза да данная это новая нефть и соответственно данные проникли во все сферы нашей жизни но известно что гиганты такие как google facebook ну и прочее проще то все подряд собирают собственно данные о нас о нашем поведении в интернете и не только и соответственно эти данные для компании невероятно важны собственно все стараются как-то эти данные использовать в своей жизни современный собственно цифровой мир построен на данных нет данных нет движения на если рассмотреть количество данных например исторических времен хотя бы 2003 года и сравнить с тем что сейчас какой объем данных сегодня обсудим о ее коллеги выключить пожалуйста звук соответственно за 10 минут сегодня мы генерируем столько же данных сколько было создано там за исторических времен до 2003 года невероятный рост объемов данных и собственно сейчас уже задача стоит не в том чтобы генерировать эти данные задача в том чтобы превратить эти данные в реальную ценность потому что данных ну вы видите реальное море вот и что с ними делать как заставить эти данные приносить фактическую пользу это большой вопрос но собственно так же как и было если продолжать аналогию с нефтью раньше было с нефтью да и топили печь и не находили ей другого применения а теперь из нефти делают бензин понятно очевидно ткани еду подгузники много всего интересного вот соответственно надо заставить данные работать точно также чтобы получать дополнительную прибыль от их использования со временем как мы знаем дата лейк до озера данных превращаются болота и если их не используют должным образом поэтому с точки зрения бизнеса затраты на сбор хранение и обработку если они превышают ценность от их использования то такие данные ну по сути бесполезны да иногда могут может быть даже вредны накапливаете данные они у вас хранятся но из опыта могу сказать у меня есть клиент которого 4 пентабайта данных и он не знает что с ними делать уже потому что ну вот уже в этих данных в таком болоте разобраться нереально поэтому ценность данных определяется теми решениями которые применяются принимаются на их основе например если вы середине месяца сравнили планы факты увидели что ваш магазин не выполняет план скорректировали свою стратегию что-то лучше ли там не знаю какие ценные указания менеджером выдали соответственно вы выполнили план вы заработали дополнительные деньги или вы увидели в процессе что какие-то счета у вас оплачиваются дважды да такое бывает в больших компаниях бывает часто неразбериха и считают ошибка оплачиваются дважды вы теряете на этом деньги так вот чтобы не терять эти деньги надо увидеть и такие задвоенные процессы их анализировать поэтому в данном вебинаре мы постараемся рассмотреть один аспект данного ценности данных что отличает собственно процесс майнинг от обычного майнинга данных да то есть это time stamp да то что вот здесь выделено в глупе да то есть мы на самом деле генерируем каждый день множество событий там покупаем кофе совершаем звонок штрафы за превышение скорости отгружаем товар все что угодно даже когда вы смотрите этот вебинар вы генерируете данные и все эти данные вот сейчас мы записываем поэтому все эти все эти процессы объединяет data stamp да он может быть с разной степенью точности он может быть с точностью там до дня он может до часа до минуты до секунды но неважно все равно это процесс он имеет начало часто он имеет отметку в конце даже мы можем знать его продолжительность но точно дата начала у нас должна быть так что же такое просто смайнинг да есть стандартное определение что такое аналитика процессов или процесс майнинг на самом деле в российском еще языке нет устоявшегося определения на наш взгляд аналитика процессов не в полной мере отражает что делается данными можете сейчас проверить что у вас у всех отключены микрофоны но чтобы нам не пришлось прерываться и растягивать время потому что хочется показать много продемонстрировать как это работает вот и мы просто можем не успеть если будем отвлекаться на подобные рода вещи ничего страшно ладно ну собственно вот на экране стандартное определение что такое просто смайнинг это автоматизированный анализ бизнес процессов на основе цифровых следов снова почему слетела данные содержат неявные знания процессах и только при комплексном анализе вот эти все скрытые связи и скрытые взаимодействия визуализируются и становятся осязаемыми и управляем да то есть то чего мы не знаем мы этим управлять не можем обычно в голове но руководство какая-то картинка когда процесс происходит вот именно таким образом так происходит выписка счетов или так перемещать товары по складу а по факту когда мы собираем уже на практике логи всех товародвижений мы видим что все происходит значительно с отклонениями от того как обычно видят у себя в голове люди от бизнеса что же такое давайте посмотрим что такое процесс майнинг да то есть по сути процесс майнинг объединяет аналитику данных да с аналитикой процессов это все первое сердечко дамы при связываем данные с процессами потому что стандартная био технология она анализирует только уже факты процесс она не имеет отношения с другой стороны здесь за этой плашка не видно на самом деле мы связываем бизнес и айти потому что айти оперирует опять же данными которые хранятся в итоговых системах бизнес хочет знать почему мы пришли к этим итоговым числам какие процессы привели нас к такому результату вот соответственно финальное определение процесс майнинга да это мостик да между цифровыми моделями реальности то что мы себе что-то на фантазировали до в цифровом мире в цифровом двойнике и на самом деле что у нас есть на основе реальных датах что у нас проходит в реальности в компании что привело к такому результату поэтому с помощью процесс майнинга мы можем видеть больше мы можем видеть скрытые процессы которые не видны на первый взгляд нашей компании наше решение будут более обоснованные из большей вероятности приведут какому-то экономическому надеюсь позитивному экономическому эффекту для компании собственно здесь перечислены краткие инсайты до которые обычно возникают в компаниях после внедрения процесс майнинга да то есть мы видим реальные процессы мы можем классе когда увидите узкие места то есть есть какой-то процесс мы думаем что у нас все работает на максимум на самом деле где-то бывает какой-то процесс который является определяющим то есть он на самом деле сдерживает все остальные процессы мы смотрим опять же отклонение от того процесса который идеально считаем идеальным который у нас в голове опять же от можно оценить уровень автоматизации потому что сейчас все движется в сторону роботов с искусственного интеллекта и чем больше мы внедрим практику таких роботов которые там меньше ошибаются они отдыхают тем более надежность становится наша система вот на собственно не случайно я упоминал про связь биай да потому что в данном случае мы сейчас покажем мое решение где связывается бизнес-аналитика биай и процесс маник тут мы получаем синергический эффект то есть бизнес-аналитики биай мы видим бизнес результаты да то есть это чеки и скидки товары клиенты прибыль в конце концов то есть любые теперь любые индикаторы деятельности компании и с другой стороны есть бизнес-процессы где все что связано со временем время ожидания отклонения нагрузки и уровень автоматизации любая информация по процессам и их продолжительности мы все это смешиваем обогащаем модель данных классического биай и получаем мощный инструмент с помощью которого собственно мы будем анализировать уже дальнейшем наши процессы по регистрациями видел вас довольно много людей знакомых кликом поэтому там много внимания этому продукту уделять не буду надеюсь все знают но действительно заслуженный лидер мире биай систем то есть все вот эти награды которые перечислены на слайде они не случайны и соответственно полной мере отражают всю мощь клика то есть кратко я перечислил то есть масштабируемая производительность да то есть это мощная система работает с любыми источниками данных с огромными объемами данных наши примеры говорят что там работы там и в сбере в магните билайн но то есть представляете насколько там транзакционный бизнес какие объемы информации с одной стороны с другой стороны точно так же клик успешно работать и в небольших компаниях и решать какие-то небольшие локальные задачи самообслуживание с управлением все движется в сторону с сервиса лоу кода меньше работы для идти и больше свободы собственно для аналитиков для конечных пользователей но все при этом все равно все это находится под довольно мощным контролем то есть политики безопасности контроля доступа все это соблюдается это комплексная платформа обычно она внедряется как корпоративный стандарт на уровне компании данные во всех подразделениях собираются анализируются и все говорят на одном языке получать так называемая одна версия правды в компании ну дальше там простое развертывание с меньшим обслуживанием минимальный но относительно минимальный требование к серверу возможность работы в облаках в принципе все это позволяет работать довольно просто развертывать и дешево поддерживать ну и дальше мощный момент ассоциативная технология все данные в клике связаны по умолчанию между собой клик сам простраивает эти связи не заставляет вас думать о том как данные соотносятся на между собой один к одному один множество вот это все он берет на себя и соответственно всю вот эту мощь как бы мы используем для анализа процессов то есть с одной стороны мы имеем клик который ну совсем преимуществом которые перечислил и с другой стороны мы имеем компа приложение клику подготовленной компании мервер который мы представляем россии соответственно эта система позволяет визуализировать все события сейчас покажет более подробно приложение любой детализации начинает одного процесса и и заканчивая там всеми процессами то есть вы увидите какие там бывают то что называется спагетти когда миллион процессов происходит в компании соответственно используем ассоциативную модель клика то есть все данные связаны выбираем любой процесс и соответственно сразу мы видим кто ответственный за этот процесс какие там не знаю клиенты менеджеры товары вот это все 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 связаны собственно на основе этого получается мощная очень комбинация да там обычно любит говорить один плюс один равно 3 такой синергический эффект но видно в данном случае такое ощущение что один плюс один равно 11 примерно такой случай собственно вот здесь показаны кратко сферы применения да то есть закупки продажи и больших компаниях есть отделы по процессам финансом отделы по рискам не буду все их перечислять наверняка у вас есть там свои какие-то кейсы собственно поэтому вы сюда и пришли чтобы все эти кейсы посмотреть и как-то их решить давайте тогда да наверное приступим уже к показу более детальному показу приложения передаю слово павлу так меня слышно да сейчас секунду тебе передам право на демонстрацию так я сейчас видео включил давайте я поздороваюсь еще раз со всеми чаще а сейчас пашки видите ли какие-то сделал организатором так отлично меня видно я почему-то вижу все еще все вижу коллеги добрый день еще раз сейчас мы с вами посмотрим разберемся что такое там в принципе процесс майнинг как его понять как его внедрить в свое предприятие и какие там какую пользу он может дать для российского рынка это достаточно такая новая история про смайнинг я все уже привыкли всем уже достаточно понятен а процесс майнинг возникает много вопросов где получать данные как мы их можем получать но достаточно много может ли моя фирма допустим внедрить к себе процесс майнинг какие-то выгоды и пользу он может принести сейчас мы с этим разберемся если в процессе будут возникать вопросы можете писать их в чат и мы его мониторим постараемся ответить там в конце сессии на данные вопросы так сейчас включу экран так картинку видим да чуть обрезался сильно буквально буквально не видно а сейчас секунду секунду или может у меня это а я сейчас исправлюсь по-другому сделаю вы можете пока там вопросы если есть сразу озвучить чате покажут небольшие технические моменты и вернемся через буквально пару секунд так все у меня все готово все должна была появиться картинка сейчас да все отлично да давайте посмотрим чаще всего у нас нет необходимости собирать дополнительные данные для процесс майнинга если вы в принципе занимались какой-либо автоматизации бизнеса там внедряли by внедряли что-то то данные о процессах должны были появиться как побочный продукт если вы там используете кенте 1с сап прочие вещи все что угодно они уже создают данные все что нам нужно это обогатить вот взять метку времени чтобы можно было простроить именно цепочку событий данных уже достаточно и основной вопрос что с ними делать чтобы они начали приносить пользу как их превратить в ценность мы сейчас немножко абстрактно посмотрим на ситуацию и разберем там на различных примерах которые но на примерах связанных с больницей чтобы всем понятно было чтобы не вдаваться какие-то детали продаж или там чего-то еще посмотрим на простых примерах давайте разберемся какие в принципе вопросы мы можем задавать к данным это что произошло наших данных у нас уже есть информация о процессах и посмотрим что произошло этот вопрос позволяет нам найти узкие места и какие-то отклонения от процессов если у нас где-то сильно тормозят процессы мы это сможем увидеть если произошли отклонения мы это тоже сможем увидеть это один из основных вопросов которые задают занимаясь процесс майнингом второй вопрос это почему это произошло почему произошли вот именно эти события почему произошли задержки почему произошли отклонения дальше ну можно посмотреть что произойдет процесс майнинг дает нам возможность прогнозировать то есть мы работаем уже со статистикой мы видим как эти события происходили раньше и с помощью событий происходивших раньше мы можем прогнозировать ситуации, которая будет дальше. Мы будем знать, что вот этот процесс, например, с вероятностью в 30% где-то будет тормозить. Или наоборот, с вероятностью в 50% все пройдет идеально. Это дает нам возможность прогнозировать и понимать, как это будет происходить в будущем. Все это понимание дает нам возможность задать вопрос, можно ли улучшить данную ситуацию. Так, я слышу шум. Коллеги, меня нормально слышно? Там никаких проблем. Все, хорошо. Можно ли улучшить данную ситуацию? Что это значит? Мы можем посмотреть на весь наш процесс, увидеть, что у нас происходит отклонение в этом процессе и сделать предположение, что будет, если мы это отклонение уберем. Посмотреть кейсы, в которых этого отклонения нет, но я чуть позже это буду демонстрировать, и увидеть, что если мы внесем такие-то изменения, мы получим выгоду на столько-то процентов. Скорость увеличится на столько-то, показатель увеличится на столько-то. То есть мы сможем видеть, как изменение каких-то процессов будет влиять на весь бизнес в целом, на всю цепочку. Так, следующий слайд. Давайте разберем на примере обычной клиники. Например, в больнице вы можете задать следующие вопросы. Почему пациенты так долго ждут в очередь в регистратуре? Посмотреть, что у вас есть задержка в приеме пациентов в процессах, и задать этот вопрос. И дальше разбираться. Вы видите, что время ожидания такое-то, и оно вас не устраивает. Можете посмотреть конкретно, почему это происходит, что вызывает эти задержки. Дальше можно задавать такие вопросы, придерживаются ли доктора общего принципа в лечении, общего плана лечения. Вы можете посмотреть процессы и сравнить действия одних докторов с другими, посмотреть, происходит ли отклонение. Также различные вещи, например, можем ли мы предсказать время ожидания пациента, достаточно ли нам данных, чтобы делать какие-то прогнозы. И как мы можем, например, сократить расходы, скорость приема, скорость лечения, не жертвуя качеством лечения. Эти все вопросы позволяют задавать процесс майнинг. Вообще, на самом деле, если, скорее всего, вы уже пытались внедрять классические бизнес-процессы в своем предприятии, BPMN-модели, и вы можете на этом этапе примерять все, что я говорю, к своему бизнесу, к тем задачам, которые вы решали, к тем задачам, которые перед вами стояли, когда вы этим занимались, когда и если вы этим занимались. В общем, данных у нас в компании чаще всего предостаточно. Мы не хотим улучшать данные, в этом нет никакого смысла, мы хотим улучшать процессы, которые мы визуализируем с помощью этих данных. Еще можно посмотреть на примере оборудования. предположим, у нас есть МРТ-аппарат. Сам МРТ-аппарат генерирует тоже огромное количество информации, абсолютно бессмысленной. Чаще всего он просто ведет логи, 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 логи. Но мы можем взять эту информацию и вытащить из нее какую-то ценность. Например, почему и когда не исправлены МРТ-аппараты. Смотрим во всех логах, находим необходимые нам данные, смотрим, какие компоненты он чаще всего требует заменить, проверяем, можем ли мы предсказывать то, когда сломается машина, что произойдет с ней, как часто она ломается. И можем смотреть в итоге, можем ли мы как-то извлекать уроки из существующих проблем. В чем здесь основная ценность? Подобные машины стоят очень-очень много денег. И мы не хотим, чтобы наши, допустим, МРТ-аппараты простаивали хотя бы минуту. У нас уже есть кейсы, когда данное решение внедряли именно клиники, именно для того, чтобы их МРТ-аппарат максимально быстро окупался, приносил много денег. Вот такие вот проблемы тоже решает процесс майнинг. Нам нужно, чтобы все время, когда наш аппарат существует, он работал и приносил нам деньги. И процесс майнинг может решать подобные задачи. Вот. Если вы уже занимались созданием традиционных моделей данных, BPMN, вот таких вот нотаций, то вы уже сталкивались с тем, что это долго, трудозатратно. Нам для создания подобных вещей нужно брать человека, группу людей живых и отправлять их, чтобы они ходили и опрашивали бизнес о том, как он работает. Спрашивали у каждого человека, чем ты занимаешься, как какой у тебя бизнес-процесс, что ты делаешь в таких-то и в таких-то случаях. И чаще всего это приводит к тому, что человеческий фактор вносит большие коррективы. Люди могут просто забыть о каких-то вещах, которые, ну, встречаются, допустим, редко или не совсем приятно. Допустим, есть какой-то процесс, который приводит к отклонению, какое-то отклонение в процессе, о котором, ну, не всегда хочется, он редкий, но не всегда хочется о нем рассказывать, там какая-то ерунда происходит, и вы не узнаете эту информацию, потому что человек может просто забыть банально, что вот такое вот у них происходит или не придать этому значения, этому процессу. Вы можете получить неверные данные и, ну, какую-то субъективную оценку. В чем еще проблема? Проблема в том, что чаще всего, когда вы хотите получить информацию о каком-то бизнес-процессе таким способом, это достаточно долго, и вы уже получаете неактуальную информацию. Либо вы получаете актуальную информацию, но там 80% этой информации устареет через полгода. Вам придется снова делать, если что-то поменяется, то вам придется повторять эту процедуру снова и снова, ну, и получать пользу из такой модели достаточно тяжело, потому что вы хотите знать о проблемах, получить какие-то инсайды. Так, коллеги. Меня слышно? Сергей? Да-да-да, все в порядке. Все, прекрасно. Вы хотите получать какие-то инсайды, а создавая такую модель, вам, чтобы описать проблему, вам необходимо знать об этой проблеме. Чаще всего вы о ней не знаете и не можете описать, поэтому данная вещь получается несколько сомнительной. Как это выглядит в процесс майнинге? Процесс майнинг создает такую вещь, как event log, логи событий. Вот такая табличка, он их создает автоматически, получая данные из разных систем, используя такую вещь, как кейс-айди. У нас есть какой-то тип, про кейс-айди чуть-чуть попозже расскажу подробно. Мы собираем логи событий, как, например, купили кофе, что-то еще сделали. Мы собираем табличку, в которой будет действие, активити-тайп, тип активности, какой-то дополнительный ресурс, в данном случае юзер, это еще, ну, для того, чтобы сцепка с BIM произошла хорошо, у нас вот есть ресурс, еще чуть позже расскажу, как это взаимодействует с кликом, и метка начала, метка конца. Все это объединяет кейс-айди в единую цепочку. Можете посмотреть в левом нижнем углу, как это выглядит, как выглядит процесс. Каждое прохождение этой цепочки от старта до end это один кейс-айди. И в данном случае вы получаете реальные данные, вы получаете то, что вот произошло в действительности, не то, как вы можете думать, ваш процесс происходит, а так, то, как он произошел на самом деле. Процесс-майнинг получает информацию в реальном времени, вы получаете реальные данные, у вас есть возможность задавать вопросы своим процессам, получать ответы на них и, в принципе, изучать, что происходит, изучать, как это выглядит. Сейчас опять разберемся, чтобы было понятно, что такое кейс-айди. В данном случае мы видим обычную табличку. Это обычная таблица клиники. Мы видим здесь пациента, какие процедуры были назначены, метку времени, возраст, цену, ну, стандартная история. Мы можем взять кейс-айди и в разных случаях, когда мы берем кейс-айди, мы получим разный результат. Если мы возьмем кейс-айди пациента, можно чуть ниже посмотреть, мы получим такой вот event log, такой вот бизнес-процесс. У пациента он будет зарегистрировался, пошел на первичный прием, оплатил, сдал анализы, оплатил анализы, повторный прием и так далее. Из одной таблички мы получим данную цепочку, если мы будем использовать кейс-айди пациента. Если мы будем использовать кейс-айди доктор, мы увидим, как он поступил на работу, подписал должностные инструкции и работал, в принципе, пока не уволился или не ушел на повышение. Если мы возьмем, допустим, связку доктор и пациент, соединим их, сконкатинируем в один кейс-айди, мы будем видеть, как один доктор лечил одного пациента. Ну или там доктор день возьмем, то мы увидим внутридневную работу врача в этих логах. Так что можно сразу прикинуть, что может являться кейс-айди для ваших данных, что вы хотите смотреть, что вы хотите проверять. Вы можете брать одни и те же данные и смотреть на них под разными углами. Вот, это абсолютно одна и та же таблица, но мы можем получить абсолютно разную информацию из нее. Так, давайте сейчас посмотрим, как будет выглядеть связка BI. Сейчас, секунду, оставлю демонстрацию. Как будет выглядеть связка BI и процесс майнинг. так, экран 2, видно? Да. Новая картинка пошла? Да. Прекрасно. Опять пропало. Да, я вижу. Вот так. Сейчас еще раз вернусь продемонстрировать вообще, в чем преимущество клик, ну, то есть, чтобы было понятно, как клик работает. В общем, так, просто небольшая ремарка. У клика есть ассоциативная модель данных, и это большой плюс, когда вы используете BI-инструменты. Как это выглядит? Мы берем какого-нибудь поставщика, и в стандартной модели данных мы видим только то, что связано с этим поставщиком. Клик же дает возможность с помощью ассоциативной модели данных, это больше плюс, это важно для процесс майнинга, отображает, что не задействовано. Он дает такую дополнительную информацию, которую мы можем использовать в своей работе. Давайте посмотрим на то, как выглядит сам экстеншен. Клика, анализатор процессов. Сейчас я поставщика уберу. Этот экстеншен представляет себя вот такой вот модель данных, которая есть начало, конец, с группировками и со стрелочками. На самом деле в этом визуале, в этой визуализации уже хранится огромное количество информации. Здесь три панельки. в верхней у нас содержится общее количество процессов и их типов. У нас есть сам процесс конкретный. Если брать один конкретный пробег, сейчас выберем самый распространенный вариант. У нас показан один вариант из 7171 варианта процесса. Развернем. Мы видим, что дел всего записи по данным кейсам, данным типам. У нас было 134 тысячи записей. Из них мы сейчас видим, что 36 тысяч записей придерживалось только одного варианта процесса. То есть у нас был старт, заказ на поставку, поставщик создает счет по фактуру, подтверждаем получение товаров, подтверждаем квитанцию о счете и оплачиваем счет по сути. И это один вариант из 7171 варианта процессов. Как это происходило? Давайте свернем, чтобы не мешалось. Всего левая панель позволяет нам производить различные визуальные вещи. Допустим, мы можем вывести самые распространенные варианты, мы можем добавить еще один, сейчас вы увидите, что здесь будет циферка 2, и добавляется еще один вариант подсвечиваться зеленым. То есть второй самый распространенный вариант добавлял нам дополнительные пути, он не создавал новых активностей, но активности, которые уже были, они начинают взаимодействовать по-другому. Второй вариант проходил такой путь, прежде чем закрыться, прежде чем оплатить. Давайте сразу самое интересное покажу, как это может выглядеть. Если мы выведем больше вариантов, например, тысячу, мы увидим, как в реальности выглядят стандартные бизнес-процессы в компании, то может показаться, что у вас в компании это не так, на самом деле чаще всего все, кто говорят, что вот у нас точно такого нет, у них такое есть. Сейчас не прогрузится, мы увидим тысячу вариантов. Это так называемый спагетти-код. это спагетти-диаграмма. Это абсолютно нечитаемые бизнес-процессы. Вот такая анархия, она чаще всего присутствует, и с ней чаще всего придется разбираться. И это только тысячи из семи тысяч. То есть у нас еще круче. да, 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 это только тысяча из семи тысяч. Вот, но больше тысячи смысла нет, разумеется, бизнес-процессов, вариантов бизнес-процессов, потому что в этом уже не разобраться. Это так просто произвести вау-эффект. Чаще всего мы будем работать там с топ-10, топ-20, топ-1, и вот с такими вот вещами. поэтому вернемся в топ-10 и посмотрим. Если вы уже сталкивались с процесс-майнингом, вы уже видели подобные картинки, связанные с активностями, типоактивностями, то, как связи эти проходят. Но сила связки процесс-майнинг и BI в том, что мы можем использовать все инструменты BI. В данном случае мы видим, сколько времени не занимал каждый процесс. То есть у нас градация по процессам, и мы можем выбрать те процессы, которые занимали больше времени, чем нам хотелось бы. Самые такие сложные и неприятные процессы, ну, допустим, как-то так. Подтверждаем. И наш анализатор процессов, наш процесс-майнинг отобразит именно те процессы, которые вызывали больше всего сложностей. мы задаем вопрос, что произошло, то есть где у нас была задержка, где у нас была задержка и что с этим можно делать. Сейчас, секунду. Если присмотреться, здесь есть более толстые и более тонкие линии. Это визуальное отображение того, как долго происходила задержка. У нас есть несколько вариантов. Мы можем посмотреть среднюю долю случаев и насколько часто происходило то или иное событие, насколько большая задержка по времени была. Мы видим, что чаще всего у нас была проблема после отмены получения товаров и отмены квитанции о счете. Мы можем выбрать только те случаи, в которых данная проблема происходила. Мы их выберем. И после этого, например, нам захочется узнать, а это происходит для всех поставщиков, это происходит для всех товаров, и уже BI-инструменты могут дать нам ответы на этот вопрос. Мы можем посмотреть, что нет, чаще всего поставщики, у поставщиков не было такой проблемы. У нас только три основных поставщика, для которых эта проблема является существенной. Мы можем выбрать необходимого поставщика и посмотреть по товарам. Это со всеми товарами происходит, это со всеми продуктами происходит, или это с кеми-то конкретными. В данном случае мы видим, что это конкретный продукт. Получить подобную информацию, подобный инсайт, который позволит понять, что у нас есть конкретный поставщик с конкретным продуктом, который создает самые большие проблемы. С помощью обычного процесс майнинга достаточно сложно, а здесь мы буквально несколько кликов можем найти проблему, набрать поставщика и спросить, что конкретно неправильно происходит с нашим продуктом, почему у нас происходят такие задержки. Мы уже можем повлиять на свой бизнес-процесс с помощью вот такого небольшого количества действий. Давайте посмотрим, какие есть еще экстеншены, есть еще варианты. Откроем анализ структуры процессов. Очень часто нам хочется узнать, какое странное поведение в наших процессах есть. Допустим, мы хотим знать, есть ли у нас процессы. Хотим узнать. Фильтр надо убрать. Да, сейчас все будет. Сейчас уберем. Есть ли у нас процессы, в которых мы оплачиваем товар два раза. Кажется глупым, зачем нам оплачивать товар два раза, но давайте проверим сейчас и посмотрим, есть ли у нас такие процессы. Это реальные данные, они на самом деле обезличенные, но реальные данные, которые нам предоставили наши коллеги. И давайте посмотрим. Здесь есть конструктор запросов. Что это значит? Мы можем конструировать предположения. то есть если мы хотим проверить были ли у нас оплаты два раза, мы берем заполнитель, это означает любое количество процессов до, выбираем сальдо по счету ноль, это по факту оплата, выбираем опять любое количество процессов, опять сальдо по счету ноль оплата, и выбираем опять любое количество процессов. Составили вариант запроса, спрашиваем, у нас есть такое? и после того как extension подумал он говорит да у нас есть такая проблема когда после оплаты мы оплачиваем еще раз и еще раз у нас есть такие процессы вот он показал топ-10 вариантов и это тысяча процессов уже то есть мы уже можем посмотреть вот у нас есть 1000 процессов которых мы оплатили дважды у нас мы можем уже спрашивать почему так происходит разбираться с этим смотреться кто в этом виноват и что вызывает подобного рода аномалии в оплате поэтому варианту есть какие-нибудь вопросы коллеги может кто-нибудь интересует какие-нибудь еще вещи но я могу еще показать дополнительные штуки например фильтр активности процессов который позволяет выбирать конкретно мы хотим посмотреть ну здесь используется та же сила серого клика которая и есть в стандартном клике в стандартных экстеншенах также мы можем выбрать любой тип активности любой тип активности и так выбрать любой тип активности и отсеять отфильтровать хотим ли мы видеть наши процессы с этой деятельностью без этой деятельности что он начинается с этой деятельности вот с любого типа активности и с любого вот с любой вот грани с перехода. Между активностями мы можем делать то же самое. Смотреть. Давайте сейчас продемонстрируем. Выберем, например, 115, когда мы просто оплачивали два раза и все. И мы можем выбрать с этим краем. И у нас сейчас отобразятся только те процессы, которых мы просто так два раза оплачивали, без даже всяких посторонних вещей. Здесь, да, мы просто оплачиваем просто так. Сами себя, потому что можем. Просто два раза оплачиваем. С этим уже можно разбираться и смотреть, что, почему это происходит. Давайте еще посмотрим на сравнение процессов. Есть такая вот интересная штука. Например, как вы понимаете, что... Представьте, что вы хотите внести какие-то изменения в свой бизнес-процесс или сравнить, как происходят различные различные, как происходят бизнес-процессы в разных филиалах. С помощью подобного экстеншена это можно сделать тривиально. Если вы работали с кликом, вы знаете, что такое там альтернативное состояние. Это вот просто вот они. Они позволяют нам визуализировать два разных состояния. Например, здесь у нас будет... Выберем два разных филиала и посмотрим, как бизнес-процессы будут происходить в этих филиалах. По идее, в идеале у нас они должны быть одинаковые. Филиалы бизнес-процессы, что в одном филиале, что в другом филиале. Ну, в идеальном мире, в идеальной вселенной. На самом деле мы видим, что нет. У нас идут различия как визуально, так и в KPI. У нас очень много различных отполнений. И здесь мы тоже можем задавать вопросы. Почему это произошло? Что может на это повлиять? Как это исправить? Что с этим вообще делать? А что еще интересного, важного можно посмотреть с помощью сравнения процессов? Например, у нас могут быть сезонные аномалии. Когда у нас один филиал и, допустим, под Новый год начинается какая-нибудь ерундистика, связанная с распродажами. Все начинают работать быстрее, искать обходные пути. И мы можем посмотреть, как вот, допустим, февральские месяцы продажи идут по сравнению с январскими или с декабрьскими. Вот такие вот вещи мы можем смотреть. Либо мы, предположим, хотим изменить что-то в своих бизнес-процессах. У нас вот появился инсайт, какая-то новая информация, и мы хотим изменить свой бизнес-процесс. Как мы поймем, что изменения принесли что-то позитивное? Как мы поймем? Или что-то негативное? Мы просто легко, также по времени выводим один вариант бизнес-процесса на такую-то дату и другой вариант бизнес-процесса на другую данную дату и сравниваем. Что еще прекрасного, скажем, в этой штуке? Это то, что, как мы говорили, чаще всего у вас уже есть данные о деятельности, и если их визуализировать, вот сейчас у вас уже есть какой-то временной промежуток, за который вы сможете проанализировать данные даже без внедрения каких-то новых автоматизаций, без внедрения каких-то нового сбора информации, и вы сможете посмотреть, что изменится после внедрения, допустим, процесс майнинга. Тоже очень полезная история. Еще мы рассмотрим с вами такую вещь, как счастливые пути, так называемый happy pass. Предположим, у нас есть... Так, мне нужен мониторинг процесса. У нас есть какое-то представление о том, как этот процесс, как наш процесс должен выглядеть идеально. А, нет, это немножко другая история, но тоже интересная. Давайте сначала ее рассмотрим. Это не про счастливые пути, это про незавершенные процессы. У нас чаще всего есть подвисшие процессы, которые могут висеть достаточно долго в системе, которые не закрылись, у которых не было метки о том, что они закрылись. И нам хочется знать, что это, почему это происходит и что с этим делать. Здесь мы можем видеть, что у нас по таким-то case ID есть подвисшие процессы. Допустим, в данном случае они завершены в одной системе, но не перешли в другую. И это происходило, они не закрываются уже несколько лет. Несколько лет у нас висят подвисшие процессы. Давайте выберем, допустим, какой-нибудь процесс, чтобы показать, как это выглядит. Что-нибудь такое. Подтверждение поступления товаров по конкретному кейсу. Нет, я не хочу видеть это. По последнему шагу. Ну, если мы выберем последний шаг, мы просто отфильтруем все процессы, у которых этот шаг последний. Давайте выберем конкретный процесс и посмотрим на него. Мы видим, что вот так у нас в одной системе создавалась заявка, она прошла, подтверждение поступления товаров пришло, и все. И наш процесс не закрыт. Он висит у нас в системе, как открыт, и по нему нет никакого движения. Здесь алгоритм рассчитывает, что происходит чаще всего, когда у нас есть такой процесс, что происходит чаще всего, и предлагает решение для закрытия этого процесса. Мы можем выбрать чаще всего, вот в подавляющем большинстве случаев, там, в 70%. У нас после этого шли следующие шаги. Поставщик создает счет фактуру, подтверждение квитанции о счете и оплата. Но этого не произошло, и мы можем, например, набрать поставщика и спросить, почему он не создал счет фактуру, и почему у нас вообще подвис процесс. Вот. Эта вещь, она позволяет достаточно быстро находить такие проблемные процессы и оперативно их закрывать. Мы можем выбрать второй по популярности и посмотреть, как это выглядело. Ну, часть там всего добавляется какое-то еще дополнительное звено, связанное там с согласованием или чем-то еще. Да, подтверждение акта выполненных работ у нас добавилось. То есть, ну, и мы можем разбираться в своих подвисших процессах, о том, как оно все выглядит. Теперь посмотрим проверку соответствия как раз про тех хэппи-пасс, которые я рассказывал. У нас есть какое-то внутреннее представление о том, как происходит, ну, как должен происходить идеальный процесс, что должно, сейчас я очищу выборку, что должно происходить. И мы можем заранее описать, что вот идеальный наш процесс по вот этому действию должен происходить вот так-то. У нас должен происходить один идеальный пробег. Вот, допустим, у нас есть три варианта, которые мы хотим анализировать. Например, вот. это наш идеальный вариант, когда все проходит ровно, без минимальных отклонений, и мы просто создаем заявку, ну, и в конце оплачиваем. Дальше BI-инструменты позволяют нам смотреть, насколько насколько много процессов отклонялись от этого курса. Мы видим, что в большинстве случаев все шло хорошо, там, еще в каком-то количестве. У нас тоже отклонения были минимальные, но у нас есть ситуации, когда все происходит совсем не так, как мы планировали. Мы можем их выбрать и посмотреть. Это тоже дает BI-возможности. Вот, можем посмотреть, что вот это выглядело так. И, опять же, если вспомнить, что все дашборды связаны друг с другом, мы можем вернуться и посмотреть, какие фирмы вызывают эти проблемы, какие поставщики вызывают эти проблемы, и как это вообще все выглядит, с кем нам нужно разбираться, чтобы не допускать такого. Это все, это все BI. Мы просто добавили процесс майнинг к BI и получили все те же вещи, которые были, которые нам позволяли анализировать BI-инструменты, опираясь на процессе. Потому что стандартно KPI, они дают нам просто информацию о том, что проблема где-то произошла, что у нас есть проблема. Мы видим, что KPI не выполняется. А чтобы понять, где произошла проблема, в чем конкретно проблема, нам нужно визуализировать, визуализировать процессы и смотреть, как это происходит. происходит. Так, в принципе, на самом деле, это все, что я хотел рассказать. Тут еще много чего интересного можно посмотреть. Например, у нас есть такие штуки, как аномалии, анализ причин, аномалии. Ну, на самом деле, тут много различных вещей, которые мы можем анализировать. Допустим, у нас есть какие-то стандартные аномалии, стандартные отклонения в процессах, и связка клик и процесс майнинг, она позволяет показывать, что вот у нас вот есть вот такие проблемы с такими-то поставщиками, что вот в таком-то процентном отношении данный поставщик работал хорошо, в таком-то плохо, что у нас вот есть вот такие вот вещи, они связаны с какими-то стандартными проблемами в бизнес-процессах, а эти не связаны. У нас есть возможность много чего анализировать и много каких вопросов задавать к бизнес-процессу, но я думаю, что там какие-то конкретные там отраслевые решения мы сможем отдельно обсудить уже с тем, кто заинтересовался данными штуками. В принципе, для обучающей информации, как это может быть взаимодействовано между кликом и, в принципе, технологиями процесса майнинга, я надеюсь, да, более чем исчерпывающую. Поэтому, если у вас остались вопросы, если вы хотите еще что-то посмотреть, можете задать вопрос в чате, мы его посмотрим и ответим на него. Я передаю слово Сергею. Сергей? Да, Паш, ну вот тут сходу спрашивают, есть ли процесс, один и тот же процесс идет параллельно, в рамках одного процесса задачи идут параллельно, а не друг за другом. То есть, условно говоря, да, три начала задач и три конца задач, как бы... А, ну да, мы увидим это. Вот здесь вот есть группировки, которые позволяют сворачивать. Ну, понятно, что у нас будет просто вот сгруппированные задачи, все равно они не смогут происходить прям одновременно, прям миллисекунда в миллисекунду. У них будет какое-то отклонение, ну, и они будут визуализироваться все равно вот так. Но у них, допустим, вот эти вот настраиваемые группировки, у них возможность будет сгруппировать, допустим, три процесса, что мы их собрали, что вот это вот один тип процессов происходит сейчас. Они происходят, все равно они должны в какой-то точке соединиться, и мы увидим вот это вот соединение. А, еще хотел бы заметить, что это не только локальная задача, связанная с продажей и с чем-то таким. Мы можем видеть междепартаментное взаимодействие, то есть то, как, в принципе, в целом заявка проходит через все предприятие, как происходит взаимодействие, и получать, ну, много каких-то других полезных вещей. Ну, собственно, да, ты это показал на разных филиалах, да, вплоть до разных юрлиц, по сути. Да, да, да. Объединяя данные из разных источников, вы можете там, по сути, из одной одинески, из другой одинески взять данные и сравнивать там вот эти процессы. Я думаю, есть ли у нас смысл немножко более подробно обратить внимание на то, какие, допустим, преимущества это дает там в банковском секторе, в производственном, в этом, или это можно сделать отдельный вебинар по этому поводу. Ну, то есть, я сколько там по времени. Да, по времени. Да, наверное, так глубоко, наверное, не стоит. Вот тут вопросы. Это все работает, если бизнес-процессы описаны внутри системы или нет? Такой момент. Это работает, даже если бизнес-процессы не описаны, вам не нужно описывать бизнес-процессы. В чем прикол? Если вы собрали данные, собрали вот это, поняли, что у вас кейс-айди, все это положили в систему, вы увидите процессы as is, как есть. То есть, реальный процесс, то, что происходит. Что нужно знать и понимать? Все равно нужна какая-то экспертность, чтобы понимать, что у вас эти данные, в принципе, есть и где их взять. То есть, вы должны понимать, что вот у вас ставится счет на оплату, что у вас вот здесь вот происходит оплата, что у вас вот такие-то документы передает поставщик. Ну, то есть, что-то, чтобы собрать эти логи, вам нужно понимать, откуда эти логи брать. Ну, это логично. После того, как вы их собрали, да, это все происходит автоматически. Но чтобы собрать эти данные, все равно нужна экспертность. То есть, нужно понимать, в каких системах они лежат и как к ним получать доступ. В конечном итоге, в идеале, вы должны будете получить вот такую табличку. Вы должны будете получить табличку с кейс-айди. А это сейчас немножко не то. Это кипяйки, необработанный журнал. Вот. Так, он говорит, что слишком много вариантов. Давайте выберем какого-нибудь конкретного поставщика. Вот, вы должны будете получить кейс-айди. Вот такой вот список вам нужно получить. Для этого вам нужно знать, что у вас будет activity type и где его брать. Ну, и кейс-айди. Тип активности, то есть, что конкретно происходит. Вам нужно вот собирать. Сколько вы соберете типов активности, такую детальную визуализацию вы и получите. То есть, на самом деле... Куда берется активность? Вот этот тип активности. Мы ее задаем руками. То есть, у нас все равно это должно быть записано, что этот лог соответствует типу активности. Это как раз вопрос про описание внутри системы. Да, да, да. Это вопрос именно к экспертности вашей, к пониманию, что у вас есть в данных. То есть, если у вас создается документ где-то, который что-то оплачивает, вот, вы должны знать, что этот документ создался вот в этой системе, и его оттуда нужно добавить в эту таблицу. Я понятно объясняю? То есть, вот этот момент. Нет, у меня немножко другой вопрос. Предположим, произошел лог. Я знаю, что в системе 1С завелась вот счет-фактура, и вот определенное действие это зафиксировало. Вот название, что создалась счет-фактура. Она может быть в логе не прописана. Вот это нужно все категоризировать где-то? Ну, желательно, да. Вот как вот эти названия, вот эти все откуда берутся? То есть, это же все равно плюсом. Ты садишься, анализируешь все варианты, описываешь, что значат эти активности, только потом может сформироваться диаграмма. Ну, нам не обязательно описывать варианты бизнес-процессов. Нам нужно знать активности. Да, активности нам нужно знать. Нам нужно знать. И прописать. И прописать. Желательно, да. Потому что там могут быть различные кракозябры, если оно будет еще, как в данном случае, там старт на разных языках. Это тоже будет не совсем приятно, конечно, пользователю пользоваться таким. Поэтому лучше, когда да, у нас вот есть понимание, сколько у нас там типов активности. Но, на самом деле, это не такая большая работа, когда мы выгрузили все активности и понимаем, что это. Ну, просто в Excel сделать соответствие двух табличек, это не выглядит чем-то пугающим. Вот. Но желательно, да, понимать, какие активности есть. Но даже если мы пропустим какие-то активности, допустим, не добавим. Но здесь еще нужно понимать, какие активности добавлять, какие нет. Допустим, если могут быть абсолютно неинформативные активности, например, то, что вот там принтер распечатал нам документ. Это тоже есть деталок об этом, но нам эта информация ничего не дает. Нам не хочется это видеть. Нам хочется видеть, что если, допустим, документ редактировался, это тоже может где-то храниться. Мы хотим знать, сколько... После принтера тоже распечатался, но никуда не пошел. Забыли в принтере. Да. Типа активности стоит понимать, что у вас происходит. Конечно, да. В этом и есть момент, когда вам нужно понимать, какие данные доставать. Это желательно. Ну, разумеется, это и в BI, когда внедряете BI, вам тоже нужно понимать, что у вас там есть вот здесь лежат у вас продажи, здесь лежит план и понимать, что хотите вы видеть. Это не магия, это тоже, ну, работа. Вот. Правильно я понимаю, что в BI должны быть уже заложены вот эти аналитические даже борды, чтобы мы могли смотреть. В плане аналитических. Вот то, что я визуализации, которую я показал. Да, показывали вы. Это дополнительное расширение. Сергей сейчас чуть позже подробнее расскажет о том, что это, как это получить и вообще, как это все выглядит. Но плюсы, если у вас, допустим, есть BI, если у вас, допустим, есть клик, у вас есть модель данных. Чаще всего в эту модель данных просто не включают таймстэмп, время. Оно не нужно для BI, оно не нужно вообще. Вы видите, что у вас там пришли товары, что у вас отгрузились товары, что у вас произошло, вот какие-то вот вещи. И вам не нужно знать таймстэмп. В лучшем случае вам нужно сдать дату. Если вы просто добавите в свои данные дату, таймстэмп, начало, конец или одно из них, там, без разницы, вот, вы сможете построить визуализацию. То есть это выглядит, когда у вас есть уже BI-система, это выглядит достаточно просто. То есть получить какую-то картинку, это выглядит просто. Сергей, расскажи, как получить данный экстеншн, что для этого нужно сделать? Ну, собственно, коллеги, да, тогда еще раз смотрите. Это приложение разработано, это экстеншн, да, разработан компанией Merwerk. Это официальный технический партнер клик. Мы представляем в России. Соответственно, чтобы получить приложение, чтобы в деморежиме, да, попробовать вот все вот эти дашборды, все листы просмотреть, собственно, можно написать мне на почту. Вы получили все приглашения на вебинар, да, со ссылкой на Zoom. Вот, собственно, в ответ на это письмо напишите, пожалуйста. Ну, собственно, от вас понадобится, собственно, ну, фамилия, имя, понятно. Ну, собственно, ваше желание, да, потому что, получается, все у меня ваше есть. То есть фамилия и имейл, да, корпоративный, да. То есть не надо, пожалуйста, писать там с Gmail, там, с Яндекса, то есть корпоративный имейл, и тогда мы сделаем вам доступ. Что касается, давайте, да, расскажу, вот уже Сергей спрашивает в чате по поводу стоимости. Смотрите, лицензирование происходит в состоянии двух частей. То есть есть так называемое лицензирование за приложение, да, за экстеншн. Оно стоит 36 тысяч евро, да, по подписке в год. И дальше покупаются, так называемые, блоки, пакеты на пользователей, да, то есть в зависимости от количества людей, которые будут работать с данным приложением. То есть если вам надо дополнительные 25 человек, да, то это стоит еще там 7,5 тысяч евро в год. Ну, то есть там получается, это минимальная рабочая комплектация получается в районе там 43,5 тысячи евро в код. Это что касается стоимости. Какие-то еще вопросы, коллеги? Сергей, ну, я думаю, стоит потихоньку закругляться, если там вопросы будут, у нас всегда, там всегда можно написать на почту. Ну, в чате, да, я там старался отвечать, что-то, да, ты голосом ответил. Поэтому, да, если какие-то вопросы, там, еще раз пишите, звоните, там телефон мой тоже есть, это прямой мобильный. Будем рады еще раз показать, рассказать, ответить на вопросы, там, учесть вашу конкретную специфику, то есть вот то, что Павел там порывался вам рассказать. Банки, производство или что-то еще, потому что действительно примеров внедрения много. Действительно, там банки, да, там compliance очень хорошо там заходит сюда. есть, там, хорошие примеры из телекома, производственные процессы, естественно, да, все перемещения товаров по складам, ну, масса применений, собственно, вы, наверное, лучше знаете даже, чем мы, поскольку вы с этими задачами сталкиваетесь в своей ежедневной работе. Так, я, наверное, верну обратно для этого. Как вернуть обратно, Сергей, подскажи. А я уже забрал у тебя, да. А, ну, все, хорошо, и тогда оставим демонстрацию. Собственно, все тогда, коллеги, тогда прощаемся, всего доброго, хорошего дня и... Да, хорошего дня, был рад с вами сегодня общаться, даже с кем-то голосом удалось пообщаться, это здорово, будем рады дальнейшему сотрудничеству.